Добрый день дорогие радиослушатели и телезрители в эфире передачи якут сегодня за микрофоном андрей дедюкин и это значит что сегодня разговор пойдет о музыке и музыкантах студии работают режиссеры михаил эверстов и николай слепцов и сегодня у нас в гостях наша передача сегодня будет называться музыка и живопись гости музыканты художники можно сразу так объявлю вас видно слепцова и ольга фролова значит у нас уже давно в городе якутске существует проект который называется музыка в музее и вот вы уже давно работаете да с чего это все началось вот когда это началось наверное с открытия музея наверное вот как открыли новый музей и шикарный рояль это же бикштейн и конечно на этом рояле желали поиграть все но с другой стороны музей это такое пространство которое невольно притягивает наверное людей искусство да это ведь люди приходят не только посмотреть картины живопись но и как здорово когда музей звучит музыка и сотрудничество наше началось давно мы даже честно говоря забыли уже какой-то год спорим да то ли это 2008 то ли я вообще 2009 год сегодня мне подсказали ученики на самом деле мне кажется это было еще раньше да потому что мы подзабыли немного но захотелось сделать знаете уроки это занятие такие да на площадке музея чтобы это было очень интересно слияние искусство живописи и музыки и кто бы нам помог конечно же наши любимые музыканты поэтому я вас благодарю вы всегда приходите и наши такие вот занятия они необычные во первых это не только слушаем во первых это классика классическая музыка на которой строится все ведь классика что в литературе классика да я считаю что в живописи классика и в музыке вот это три наверное таких составляющих которые образовывать человека и воспитывают ну сейчас ирина валерьевна что-то добавит да я бы хотела добавить что мы начинали для себя как педагог допустим мне важен был образовательный процесс и мотивация студентов и учащихся к занятиям это просто потрясающая мотивация совершенно великолепная и естественно пропаганда классической музыки среди населения особенно среди молодежи и детей и как никогда этот проект получился просто замечательным и он пошел в жизнь что называется этот проект и уже столько лет много лет он идет и развивается появляется даже отсюда уже новые проекты благотворительные концерты для онко выживших для детей инвалидов для коррекционных школ и просто даже для пожилых людей которые с удовольствием слушают классическую музыку и назвали мы вот эти концерты мы прям красиво название кажется искусство лечит она действительно лечит во первых приходя к нам музей сначала мы делаем такие знаете арт-медиации небольшие по экскурсии по экспозиции да и потом уже вовлекаем в концерт или же это может быть сопровождаться вот звучит музыка и идет идут на слайдах там картины показать или вообще в обрамлении картин вот сидим в зале до пространстве в этом где звучит музыка потому что вообще мы же все понимаем что среда воспитывает правда среда красивая красота очень даже вас гармонизирует вверх наш такой век он очень я считаю такой очень шумный быстрый очень скорый такой стал и вот обычная такая жизнь обыденная когда вот хочется остановиться и замереть иногда да и прочувствовать себя и дети замечаем которые приходят к нам музей и вот на эти классические концерты они отвлекаются от этих наших телефонов от этого шума от этого непонятно этой музыки конечно тоже очень важна на самом деле но вот классическая музыка она затрагивает самые такие струны души и вообще музей человек посмотрев картину послушав музыку он же для чего вообще приходит да он открыл себя познает самом-то деле да он себя открывает и и даже случай были такие случаи когда через лет пять наверное уже когда мы начали эти концерты в музее этот проект пошел дети и родители узнавали нас уже даже на улице и были очень благодарны за интересные концерты за великолепные выставки и когда музыка с действительно звучит в таком обрамлении великих художников идет такой воспитательный процесс на тонком на очень высоком уровне и эти дети они становятся уже настоящими они другие да они настоящими людьми можно сказать становятся чистыми честными добрыми умными какая-то вот прививка такая вот мне все время хочется да чтобы наши дети которые приходят музей вот они таки получали эту прививку такую духовную да вакцинацию такую чтобы они не могли больше без этого без музыки жить без живописи жить без музея не могли жить и на самом деле вот дети которые приходят вообще работает система везде да в педагогике этаж системы захочешь хорошо играть это на систематически заниматься понимать что-то в искусстве тогда система надо ходить в музеи потому что открывать глаза насмотренность какая-то наслушанность и вот эти дети которые приходили ежегодно с 1 по 4 класс особенно малыши ходят под руководством учителя они совершенно другие у них вот эта прививка есть они уже не могут без музыки они не могут без картин вот наши задачи да и эти дети потом приходят в музыкальную школу заниматься музыкой играть на инструментах и познавать классическую музыку вот что отрадно и своего рода это идет такая маленькая завлекалочка так сказать только дети маленькие или подростки тоже подростки обязательно и даже были студенты из разных колледжей вот особенно ярко запомнились почему-то студенты сельскохозяйственного колледжа как они интересно слушали и задавали потом такие вопросы интересные и однажды мы даже играли такое сложное произведение музыкальное приношение и агана себастьяна баха это трио соната сложнейшая для флейты скрипки виолончели и чем было и перед тем мы очень волновались как же воспримут студенты дети это произведение и перед тем как начать играть я просто встала и сказала дорогие мои зрители сейчас перед вами сейчас вы услышите очень сложное произведение непростой немножко была предыстория возникновения этого произведения и я их попросила постарайтесь услышать в этой музыке что-то интересное для себя может быть звуки природы какие-то образы для вас нарисует эта музыка и вы знаете они слушали так внимательно так буквально открыв рот и когда мы закончили играть они взахлеб рассказывали кто что услышал кто что увидел это было настолько интересно и для нас это был такой опыт интересный необычный даже что оказывается такую музыку можно исполнять и и можно показывать зрителям вообще я как думаю да мы всегда боимся что вот вроде маленькие дети им нельзя оставить сложным там серьезную музыку классическую на самом деле все не так и я думаю вот сложность это наоборот здорово когда такие коллизии сложные ну даже вот если смотрим картина да что то такое сложное показываем наоборот очень интересно детям не надо думать что они такие совсем маленькие глупые да если правильно задавать вопросы если правильно как-то под году сделать такой вот знаете в ходе такие такие очень интересные моменты то совершенно и маленький ребенок прекрасно все поймет почувствует и увидит вот даже на говоря о картинах да вот подвожу например ребенка маленького картине совершенно сложная картина такая веселая и я спрашиваю ребенка маленького вот что ты можешь сказать что ты видишь он говорит королева а там лежит женщина просто на диване понимаете он прочувствовал вот как он к эти краски прочувствовал почувствовал что хотела сказать художница да женщина отдыхает просто ну как ребенок здорово сказал или там айвазовский серьезная батальная сцена я не ожидала и вот спрашиваю ребята понятно что они цвет то видят да что вы там слышите они сразу говорят что это война вроде там и войны то нет там ее не видно но как цвет как они прочувствовали вот этим цвет они видят этот цвет они все прекрасно понимают или вот буквально недавно включила я музыку знаете марш прямо на экспозиции эта музыка звучала свиридова и я попросила их подойти к тем картинам которые созвучны маршу они все замаршировали и познать и они подошли картинам где портреты военных когда звучал вальс они подходили к портретам красивых дам да или например в свиридов время невероятно красивое произведение такое мощное и они по-другому посмотрели на картину где рабочие работать там идет огромная стройка а там же музыка такая она завораживающая и все сразу стало понятным поэтому очень хор музыка помогает и в нашей деятельности когда вот мы проводим какие-то тематические экскурсии а вообще без музыки нельзя должен быть какой-то синтез я думаю интеграция она всегда помогает в любом ну что угодно даже математика и музыка да и живопись совершенно по-другому дети будут воспринимать а без музыки жить на просто на свете мне кажется нельзя и скучно и трудно да это точно очень скучно вы знаете вот такой интересный открыл разговор меня тоже наводит на мысли вообще искусство это же любое искусство это откровение и независимо от возраста но бьет сразу совсем другое ну через сердце идет и дети и ну не зависит от возраста скажем так да у меня я тоже хочу сейчас прямом эфире сделать небольшое откровение своей молодости я учился же физмат классе то есть больше математическим наукам техническим вот но когда начал учиться музыки у нас была замечательный педагог ирина альбина она вела историю мировой культуры так она интересно рассказывала про все эти картины просто замечательный педагог да и как раз в это время когда мне 16 уже наступила нас мальчиков повезли в военкомат до призывная комиссия вот там проходили медосмотр и в общем окулист показывал картинки и в общем у меня выяснилось что я не совсем хорошо различают цвета там какая-то степень дальтонизма но зато я хорошо вижу в темноте и очень хорошо слышу с детства так скажем но цвета тут плохо различают и в годы учебы студенчества москве в питере я постоянно ходил на музей третяковку верминтаж неважно где вот признаюсь честно не для того чтобы вот созерцать эти картины а подслушивать что видят там другие люди видите как образование потому что каждый же по-своему видит и мне это было интересно я мог часами сидеть и просто подслушивать людей ну такой технический путь скажем так вот но дети это чувствует совсем по-другому да и конечно же дети бывают разные вот я знаю что вы ведете очень много таких проектов и деятельности ну скажем как это с необычными детьми да да коррекционными школами с коррекционными школами работаем и были концерты такие когда дети из коррекционной школы вот для слабовидящих и для слабослышащих участвовали вместе с обычными детьми на наших концертах и это было замечательно очень трогательно и замечательно как они как мальчик играл на баяне айсен как даже дочка моя принимала участие учиться в коррекционной школе тоже как она волновалась перед концертом как она готовилась и как она сыграла произведение потом девочки тоже готовили песню в то время они очень увлекались мультфильмами аниме и они выучили песню из этого мультфильма сделали на флешке записали аккомпанемент себе и все это озвучили было здорово просто да и обычные дети здоровые дети видели как стремятся заниматься музыкой и воспринимать искусство дети с ограниченными возможностями здоровья и может быть не может быть а вот знаю точно некоторые дети даже лучше стали заниматься музыкой лучше я думаю что даже лучше стали учиться в школе видя как и как дети с ограниченными возможностями стремятся получить эти знания и овладеть музыкой искусством знаете мы еще ходим не только музеи проводим до музыка живописи но и мы ходим детские сады а это же какая категория такие славные дети и вот тоже так если просто такие истории интересные были да рассказываю я о моцарте рассказывая о моцарте и вдруг из зала ребенок говорит показываю фотографию моцарта это вы смотря на мои кудри да это было так забавно и все конечно засмеялись на такие веселые моменты бывают и один раз тоже выступали там вообще были маленькие 3 где-то годика и вообще маленькие сыграли разные инструменты дети играли на фортепиано на флейте ноги даже на барабане на на трубе и вдруг маленький ребенок в конце все же заключение и и ребенок кордавя там совсем малышка говорит агитала будет это было так здорово понимаете вот хорошо когда есть такие проекты и мы можем начинать их прямо с самого с раннего детства то есть вот все категории задействовать и хорошо когда вот и садик и школа и там и постарше дети ну все этапы становления ребенка так скажем это здорово еще хочу напомнить о нашим зрителям и слушателям что мы работаем прямом эфире в нож можете позвонить нам по телефонам 32 00 66 32 11 66 вот и хочется тоже сразу сказать что я имел большой честь счастье выступать участвовать в этих проектах ваших иногда и после рекламного блока мы чуть-чуть послушаем посмотрим небольшой отрывок из концерта вот и часто ли проходят вот именно в здании музея такие ваши концерты сейчас очень часто очень часто если до этого мы промать проводили в галереи зарубежного искусства у нас прям огромные там были постоянно концерты мы даже снимали программу в мире музыки несколько у нас великолепных программ великолепно это здорово передача была на телевидении две или три передачи таких до сих пор изредка их показать в архиве осталось поэтому очень приятно но в музее сейчас очень часто потому что у нас такой проект сейчас есть музыка музыкальные среды да вы там тоже участвовали музыкальных средах очень большой популярностью пользуется и музей всегда открыт для творческих людей для музыки во первых у нас сейчас во первых живая музыка это и живой музыкант это как подлинник музейный ну что ж а сейчас мы не прервемся на небольшую рекламную рекламный блог и после этого послушаем посмотрим небольшое видео как проходят эти концерты отрывок небольшой из музея музыканты 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А мы продолжаем наш эфир. Сегодня у нас в гостях Ирина Слепцова, флейта, и представляет Национальный художный музей Ольга Фролова. Мы говорим о проекте «Музыка и живопись», «Музыка в музее». И сразу такой вопрос, что общего между музыкой и живописью? Ну, общего много. Это, во-первых, такие понятия, как и в музыке, и в живописи. В живописи есть такие языковые понятия, как ритм есть, есть линия есть, выразительность, композиция. Как она есть в живописи, так она есть в музыке. Даже вот хочу тут вспомнить художников Чурлёниса, которого картины он называл, композиция, симфония солнца у него, или симфония леса, или Кандинский, великолепный художник, который мне очень нравится, вообще очень люблю абстракцию, который играл на инструменте, и также называл свои произведения музыкальными терминами, которые, кстати, есть и в изобразительном искусстве. То есть вот такие языковые понятия, они очень близки, и художники, и музыканты как-то перемежают их. Потому что краски, кстати, Кандинский, он же даже, его проводили исследования, его работ, что под его красками это звуки. И он говорил, что его рука, она же рисует, пишет, это как ударяет по клавишам и прикасается. Вот когда вот это, слышит, музыку он играет, вся симфония в его картинах такая, она вибрирующая, и кто-то её может услышать. Это же так здорово. А душа — это вот сердце, и если вот сыграет хорошо, кто-то вот услышит, ему откроется душа. Просто невероятно, конечно, художник. Извините, пожалуйста, Чурлёнис, он же композитор ещё? Да, он композитор, он писал, у него, по-моему, около 400 произведений, есть вот эти рукописи, есть. Есть общество, ну, как скажем, такое, почитателей музыки Чурлёниса. Очень хотелось бы, конечно, и у нас что-то потом сыграть и послушать, да? Мы вот Тропинина всё никак не можем, и Тропинин у нас сыграл, оказывается, был музыкантом, и вот мы хотим такой концерт сделать. Да, да, это было бы замечательно сделать такой концерт художников, которые писали музыку. Художник и музыкант. Это же здорово. Да. Я писал свою дипломную работу, когда заканчивал Грессинку, по сонате Григория Фрида, Григорий Самый лучший Фрид, вот, он тоже писал очень много таких замечательных картин, и художники говорят, а, это же художник. Я говорю, нет, он композитор. А Бородин, князь Игорь, он же был химиком, но он написал такие произведения, да? А Ломоносов, оказывается, был ещё и, то что учёным, да, он, оказывается, тоже был ещё и художником, и где-то в Академии наук, по-моему, даже что-то, какие-то фрески сделал. Ну, вообще удивительно. Очень многие учёные, между прочим, не только в детстве, и вообще профессионально занимались музыкой. Вы вспомните Альберта Эйнштейна. Как они играли, какие давали концерты благотворительные, и просто даже для своих друзей квартеты исполняли. Это было просто потрясающе. Интересно даже. И даже ставим таких учёных в пример своим студентам и учащимся. Не обязательно становиться профессиональным музыкантом. Можно заниматься искусством и в то же время быть профессиональным инженером, юристом, политиком даже. Вообще музыка всегда помогает. Вы вспомните, сколько политиков профессионально занимались музыкой. Вот недавно видели по телевизору. А вот есть же ещё другой вид искусства, это танец. У вас есть какие-нибудь коллаборации? Были? Замечательная коллаборация была у нас с хореографическим училищем, когда к нам приходили учащиеся. И мы играли музыку разных эпох. Минуэты, сарабанды, польки, вальсы. И учащиеся хореографического училища это всё показывали в движении. И самое интересное, зрители включались в процесс. Я помню, как маленькая девочка начала танцевать полечку. Она просто встала из зрительного зала и даже подхватила мальчика, соседа, и они вдвоём показывали полечку. Тоже вместе с учащимися. Это было настолько интересно и так увлекательно, и завораживающе смотреть. И как сидели, притоптывали ножками остальные ученики, зрители. А ещё мы ходили и в хореографическое училище. То есть это тоже такой, знаете, элемент просвещения. Потому что они... Ну, каждый в своём же. Мы же в своей индустрии, вы там в своей. А когда вот соединяются и сами хореографы, и для них очень интересно и посмотреть живопись, вот там ДГА, балет. А нам... Пожалуйста, у нас звонок в студию. Наушники оденьте. Алло. Здравствуйте. 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 Мы вас слушаем. Я вот... Ну... Когда-то окончила быть в педухище в музыкальное отделение. Ага. Ну, 67-го. И тогда у нас была в программе музыка в школе это... Дмитрия Ковалевского. Ковалевского. А, да-да. И это вот... Вот это возродить бы. Дети так хорошо слушали. Дети эта музыка очень трогала даже. А сейчас, я не знаю, учат, не учат. Во всем музыкальном воспитании у нас в республике совсем на низком уровне, можно сказать. Ага. Хорошо. И еще вот, что я хотела сказать. Я вот сама тоже... Ну, потом я окончила якутскую филологию. Отходят якутскую филологию. Ага. И теперь вот... Вот с этого года я вот эти... песни советских композиторов перевожу на якутский язык. Понял, здорово. И вот, когда я перевожу, да, я обязательно пою, что в ритме было, и что в мелодии совпадало. Ну, а я вот не нахожу мне нужный музыкант, чтобы мои песни одно задавали бы. Ага. Ну, там у меня и про войну, и патриотические песни, и классические даже есть, и серенада, и там романс. Разная тематика. И вот как бы мне с вами связаться с филологией. Хорошо, спасибо, я понял. Ну, смотрите, сразу отвечу, да? Сейчас есть... Попросите кого-нибудь, у кого есть телефон, найти в интернете адреса вот этих заведений, которые есть в якутске. Якутский музыкальный колледж, детская школа искусств номер один, детская школа искусств номер два. И можно вот так вот найти, вот прямо вы можете найти нас по этим телефонам, Ирина Слепцова, Андрей Дедюкин, вот, и наши номера вам дадут, и уже на прямой связи мы будем работать. И приглашаем вас на концерты, на музыкальные среды в Национальный художественный музей, где вы можете отдохнуть, посмотреть, как и люди слушают музыку. А вообще про Дмитрия Кобалевского правильно вы сказали, я недавно тоже читала его книгу, ну, замечательный был педагог, очень хороший, но я думаю, в школах, наверное, всё-таки преподают, мне кажется, что-то, потому что он тоже классик, это наш классик. В школах идут уроки музыки, ну, и можно было бы здесь добавить, чтобы администрация школы связывалась с музыкальными учебными заведениями, и мы бы с удовольствием приходили к ним и играли классическую музыку и давали бы лекции совместно... Там какие-то лектории-таки небольшие. Да, с Национальным художественным музеем. И, кстати, у нас были, был такой опыт, мы ходили по нескольким школам, давали концерты-лекции, и было очень интересно. Потому что не все могут выехать, а мы можем. Мобильные очень. Мы мобильные, да. Встали, пошли. Надо. Нас это увлекает. Вот я так понял, что вы начали этот проект давным-давно, ну, 14 лет назад, получается, да? И вот почему вы это начали? Просто получается же, что вы бы делали это первыми. Проект начался даже в 2009, может быть, даже в 2008 году. И... Ну, это было просто интересно. Интересно не просто у себя в колледже, допустим, сыграть, или в музыкальной школе, а сыграть на другой площадке. И вывести, во-первых, мне как педагогу своих учеников и студентов на другую площадку. И в обрамлении прекрасных картин. И донести это всё учащимся зрителям. Именно пропаганда классической музыки. Для того, чтобы эти дети услышали, узнали классическую музыку. Мы даже проводили такие концерты, когда, не называя произведений, мы просили зрителей угадать эти произведения. И как было приятно, когда дети называли и композитора, и название произведения. И это было замечательно. То есть наши концерты уже проходили не зря, что называется. Вы знаете, получается, ну, так сейчас получилось, что как будто я вас позвал с корыстной целью опробировать нашу студию на предмет того, что мы сюда в следующих передачах будем звать музыкантов, и они будут тут играть. Вот я надеюсь. И вы, может, нам попробуйте вот так сыграть тоже. Сыграю, с удовольствием. Чтобы мы проверили все ощущения приглашённых гостей. Да. 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 Спасибо большое. Это отрывок замечательного произведения «Мой любимый роман с Непой красавица при мне» в переложении нашего замечательного флейтиста, педагога Юрия Должикова и Сергея Рахманинова. Не секрет, что в этом году мы все до сих пор отмечаем юбилей великого композитора Сергея Рахманинова. Вы знаете, вот сейчас играли, да, Ирина Ульяновна, я вспомнила сразу фильм «Забытая мелодия для флейты». Очень невероятный фильм, конечно. Спасибо вам. Спасибо вам, Ольга Васильевна. Рождаются такие образы чудесные. Я бы хотела вообще поблагодарить Ольгу Васильевну, которая ведет замечательно наши все концерты. Как она общается со зрителями, это отдельная история. Как ее слушают, как Ольга Васильевна задает вопросы. Просто огромная благодарность вам, низкий поклон. И огромное спасибо вам за то, что вы столько лет с нами уже. Да. Как говорила Инона Михайловна Упхолова, наш любимый профессор, да, мы тоже проводили с ней занятия, она говорит, ну, Ольга Васильевна, ну, если не мы, то кто? Ну, это правда. Никто кроме нас. Ну, это любимое, во-первых, любимое дело. Вот все откуда идет, идет же все с детства, да. Все мы понимаем, почему вот могла бы я и не проводить. Правда? Я работаю все-таки в музее, художественном. Но любовь к музыке, она же с детства воспитана. Я вот училась в музыкальной школе, в народном отделении, училась на аккордеоне. Потом пришла в оркестр, играла на домре. Прекрасно у меня был преподаватель. Но не пошла по этой стезе. И, кстати, я себя очень, вот сейчас думаю, я так все-таки я хотела в музыкальное училище. Все-таки надо было. Ну, выбрали педагогик. И музыка-то все равно не отошла. Конечно. Конечно. И она, наоборот, связала меня с прекрасными музыкантами. И такие вот проекты интересные. И вот, знаете, музейное такое вот пространство, оно стало совершенно другим. Оно стало иным. Мы подбираем музыку для экспозиции. Вот всегда спрашивают, да. Есть какой-то же опыт, и всегда мы обращаемся к вам. Ни одно открытие выставки не проходит без музыкального сопровождения. Ведь это же сухо. Поэтому, кто нам помогает? Конечно, музыка. Сделать красиво, интеллигентно открытие выставки, да. Где-то, может, наоборот, забойно, да. Но без музыки просто нельзя. И как музей без музыки вообще не живёт. Мы говорим о русском музее, Бермитаже. Там проходят вот эти вечера. И слава богу, что у нас сейчас двери открыты, и мы делаем музыкальные среды. И вот прямо мы готовим планомерно уже на год программу. Да, программу готовим заранее. И у нас есть уже даже устоявшиеся традиционные наши концерты. Такие, как вот к Новому году, допустим. Потом к 8 марта сонеты о любви всегда делали. И 9 мая. Ну, у нас, к сожалению, эфир заканчивается. Огромное вам спасибо за такие замечательные разговоры, рассказы. И хочу всем напомнить, что у нас в гостях были музыканты Ирина Слепцова и Ольга Фролова. Национальный художественный музей. Вы можете их найти со своими предложениями. Всем до свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.